Сераф, глава 31. Бдительность над богатством изнуряет тело, и забота о нем отгоняет сон. Бдительная забота не дает дремать, и тяжкая болезнь отнимает сон. Потрудился богатый при умножении имуществ, и в покое насыщается своими благами. Потрудился бедный при недостатках в жизни, и в покое остается скудным. Любящий золото не будет прав, и кто гоняется за тленным, наполнится им. Многие ради золота подверглись падению, и погибель их была пред лицом их. Оно — дерево преткновения для приносящих ему жертвы, и всякий несмысленный будет уловлен им. Счастлив богач, который оказался безукоризненным, и который не гонялся за золотом. Кто он? И мы прославим его, ибо он сделал чудо в народе своем. Кто был искушаем золотом и остался непорочным? Да будет это в похвалу ему. Кто мог погрешить и не погрешил, сделать зло и не сделал, прочно будет богатство его, и о милостынях его будет возвещать собрание. Когда ты сядешь за богатый стол, не раскрывай на него гортани твои, и не говори много же на нем. Помни, что алчный глаз — злая вещь, что из сотворенного завистливые глаза. Потому он плачет о всем, что видит. Куда он посмотрит, не протягивая руки и не сталкиваясь с ним в блюде. Суди о ближнем по себе и о всяком действии рассуждай. Ешь, как человек, что тебе предложено, и не присыщайся, чтобы не возненавидели тебя. Переставай есть первой из вежливости, и не будь алчен, чтобы не послужить соблазном. Если ты сядешь посреди многих, то не протягивай руки твоей прежде них. Немногим довольствуется человек благовоспитанный, и потому он не стражит одышкою на своем ложе. Здоровый сон бывает при умеренности желудка. Встал рано, и душа его с ним. Страдание бессонницы, холера и резь в животе бывает у человека ненасытного. Если ты обременил себя яствами, то встань из-за стола и отдохни. Послушай меня, сын мой, и не пренебрегай мною, и впоследствии ты поймешь слова мои. Во всех делах твоих будь осмотрителен, и никакая болезнь не приключится тебе. Щедрого на хлебы будут благословлять уста, и свидетельство о доброте его верно. Против скупого на хлеб будет роптать горд, и свидетельство о скудости его справедливо. Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино. Печь испытывает крепость лезвия закалкою. Так вино испытывает сердца гордых пьянством. Вино полезно для жизни человека, если будешь пить его умеренно. Что за жизнь без вина? Оно сотворено нам веселее людям. От радости сердца и утешения душе вино, умеренно употребляемое вовремя. Горесть для души вино, когда пьют его много при раздражении и ссоре. Излишнее употребление вина увеличивает ярость неразумного до преткновения, умоляя крепость его и причиняя раны. На перу за вином не упрекая ближнего и не унижая его во время его веселья. Не говорим оскорбительных слов и не обременяя его требованиями.